Яровская детская школа искусств, уазис и культурный центр маленького курортного городка. Такое учреждение здесь одно единственное. Больше сотни детей разучивают здесь па, изучают скрипку, фортепиано, а при помощи кисти и красок создают шедевры. И всего это в 6-7 лет. Когда ты рисуешь что-то новое, ты узнаешь что-то. Недавно я нарисовал животного ягуара. Я узнал, что они очень хорошие хищники, лазают по деревьям, очень сильные. Я когда вырасту, хотел бы также учить детей рисовать. В прошлом году детская школа отметила свой юбилей 55 лет с момента основания. За это время учреждение выпустило воспитанников, которые прославляют наш край по всему миру, рассказывает директор школы искусств Светлана Броницкая. Многие наши выпускники, они сейчас, к сожалению, не с нами, но работают и прославляют вид нашей деятельности в различных городах Российской Федерации. Ну, это и Санкт-Петербург, это и Москва, и Екатеринбург, и Иркутск. Они, конечно же, посещают гастроли и за рубежом. Также они себя реализуют и в качестве преподавателей. Хореографические коллективы побеждают во всех краевых конкурсах. По сути, учреждение является одним из ведущих участников культурной жизни Алтая. Вот только есть один нюанс. Культурная школа, где занимаются дети, выглядит лишь внутри, снаружи в удручающем состоянии. Здание 1973 года постройки уже давно нуждается в капитальном ремонте. Есть предварительная договоренность с Министерством культуры о том, что мы в рамках нацпроекта «Культура» это здание в 2024 году все-таки отремонтируем. Речь идет о капитальном ремонте. Там окна, двери, инженерка, кровля, то есть в целом все. Получается, до капитального ремонта остается три года, а пока продолжается текущий косметический. Кстати, уже в следующем году школу в рамках того же нацпроекта «Культура» дооснастят дополнительными музыкальными инструментами. Покорять вершины творчества, не думая о проблемах. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.